Ну а как не волноваться? На оглашение приговора он пришел без опоздания. Ровно в 10. В военном гарнизонном суде Андрея Попова уже узнают в лицо. Он говорит, даже знаменитостью себя немного чувствует. На заседание собрались десятки журналистов. Внимание прессу он привлек еще летом. В августе Андрей Попов якобы вырвался из дагестанского плена. По словам солдата, там он более 10 лет находился в рабстве. Там просто во времени теряешься. Когда работает человек, просто в конце рабочего сил нет. В еду подсыпали или в питье подсыпали, какое-то снотворное. И очнулся он уже в Дагестане, на кирпичном заводе. Там он был 11 лет. То есть он три раза пытался сбежать. Первый раз его догнали, избили, ноги, руки переломали. Второй раз его опять тоже поймали. Вот третий раз ему удалось сбежать. Однако суд признал Попову дезертиром. Историю с пленом солдат выдумал. В 2000-м Андрей покинул воинскую часть. Как говорят в суде, решил отдохнуть от службы. В Дагестане он и правда был, но в рабстве не находился. А вот за самоволку свободой придется пожертвовать. Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года в колонии и поселении. Меру пресечения Попова подписку о невыезде на лежащем поведении до вступления приговора законной силы оставить без изменения. Свою вину Попов признал полностью. Суд учел смягчающее обстоятельство явку с повинной, раскаяния и состояние здоровья. Сторона обвинения приговор не комментирует. А вот адвоката, дезертира решение суда даже удивило. Честно, мы думали хуже будет. Варианты был общий режим. Четыре года прокуратура просила. Суд сменил режим и дал два года колонии и поселения небо и земли. После оглашения приговора общаться с журналистами Попов не стал. Поговорил лишь с адвокатом. По его словам, решением суда подзащитный доволен. Согласно правилам, вместо отбывания наказания Андрей Попов поедет сам. Обжаловать приговор говорить не будет. А по словам адвоката, у дезертира есть неплохие шансы на условно-досрочное освобождение. Кристина Трушина, Александр Королев. Новости. Телеобъектив.